Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одном из моих увлечений. Я люблю собирать кубик Рубика. У меня вот такой стандартный кубик Рубика 3х3. Собираю я его не особо быстро, где-то за 1,5-2 минуты. Это совсем нехороший показатель для тех, кто собирает его на скорость. Но я на скорость собирать никогда не стремился, никогда не изучал те методики, по которым люди собирают на скорость. Я просто умею это делать, и мне интересно занять свои руки, если мне скучно. Если я сижу где-нибудь в очереди, где-нибудь в том месте, где мне скучно, я просто достаю кубик Рубика и собираю его. Но со временем мне стало довольно скучно собирать кубик Рубика 3х3, потому что он собирается по одному алгоритму. Во всяком случае, я использую один тот же алгоритм и собираю его каждый раз одинаково. То есть я уже совершенно не напрягаю мозг, я делаю это автоматически. Поэтому мне стало довольно скучно собирать его, и я решил купить более сложный кубик Рубика, вот такой вот 4х4. Первое время мне действительно было интересно его собирать, потому что мне приходилось напрягать мозг, для того чтобы найти нужные детали, которые необходимо вставить в нужное место. Собираю я его приблизительно за 4,5 минуты. Это тоже очень плохой показатель для такого кубика. Но на самом деле он собирается очень просто. Большую часть времени вы тратите на то, чтобы собрать вот эти центральные части, боковые грани, а потом собирать просто-напросто как кубик Рубика 3х3. Ну и там один нюанс есть, но не такой уж и сложный. Так что, в принципе, тоже легко собирается. И вы собираете его по одному алгоритму, со временем он вам надоедает. Я стал искать, может быть, купить мне кубик Рубика 5х5, может быть 6х6. Но, почитав интернете, я понял, что они собираются, в принципе, точно так же. Чуть сложнее, может быть, но всё равно по одному алгоритму он вам быстро надоедает. Поэтому я решил купить что-то более необычное. Я купил вот такой вот кубик Рубика, который зеркальный, серебряный, он одного цвета. Давайте посмотрим на стандартный кубик Рубика. Он состоит из маленьких кубиков, которые различаются только цветом, но одинаковые формы, одинакового размера. Теперь посмотрим на зеркальный кубик Рубика. Он состоит из деталей одинакового цвета, но совершенно различной формы. То есть здесь не одинаковые кубики. И когда мы его разбираем, он превращается из кубика в что-то очень странное. Ну, я думаю, вот так достаточно, чтобы понять, что это уже совсем не кубик. Покупал я этот кубик на Алиэкспрессе, и когда я его получил, я боялся его разбирать. Потому что я был уверен, что после того, как я его разберу, я потрачу огромное количество времени на то, чтобы собрать его обратно. И был уверен, что мне даже придётся искать какую-то инструкцию в интернете. Но потом думаю, ладно, разберу его и попробую собирать по тому же алгоритму, по которому собираю обычный кубик Рубика цветной. И оказалось, он действительно так и собирается. Но надо немного напрягать свой мозг для того, чтобы воспринимать не различные цвета, а различные формы. То есть просто немного абстрагироваться и представлять, что это не другая форма, а другой цвет. И это действительно очень круто, потому что вам приходится напрягать свой мозг для того, чтобы найти деталь нужной формы. Так что я сейчас просто соберу этот кубик, и по ходу того, как я его буду собирать, буду вам что-нибудь рассказывать. Я не буду стараться собрать его на время, просто буду спокойно собирать и рассказывать вам что-нибудь. Так что поехали. Так, для начала я нахожу самую тонкую сторону. Самую тонкую грань. Вроде нашёл. Почему вообще стал увлекаться кубиком Рубика, вот таким, обычным, стандартным? Когда я был на четвёртом курсе университета, мне необходимо было поехать с моим научным руководителем на две, по-моему, недели в Швецию. Поработать в университете в Швеции. Это был университет, город назывался Упсел, это маленький небольшой город в Швеции. И получалось так, что после работы в университете я приходил в гостиницу, где мы жили, и мне просто нечем было заняться. Потому что всю работу я выполнял в университете, какую-то работу я ещё вечером выполнял, но всё остальное время нечем было заняться. Как-то не особо хотелось смотреть фильмы или читать книги, да и к тому же книги я с собой не брал, на телефоне было читать не особо удобно. Я решил, надо купить кубик Рубика. Раньше у меня его никогда не было. Я пытался собирать какой-то папин старый, советский, он туго вращался. У меня вообще ничего не получалось, потому что я не знал, как его собирать. Я собирал просто как-нибудь наугад. У меня ничего не получалось, мне казалось, что задача нереальной. Потом, находясь в Швеции, думаю, всё-таки надо купить этот кубик. Я не помню, почему я решил это сделать, но решил всё-таки купить. Стал ходить по магазину для того, чтобы найти этот кубик. Первая мысль купить его в магазине игрушек, типа детского мира. Стал ходить в такие магазины игрушек, по-моему, в два или в три магазина зашёл, везде мне говорили, что у нас такое не продаётся. Это не детская игрушка, у нас такого нет. Я ещё очень сильно удивлялся, потому что у нас это продаётся в детском мире обычно. То есть, потому что это у нас игрушка. Я нашёл этот кубик Рубика в магазине «Всё для гиков», где продаются игрушки, то есть не игрушки, а фигурки-росомахи, приставки, диски для приставок. То есть, именно всё для гиков. Там комиксы различные продаются и кубик Рубика. Для меня это было немного странным. Но, тем не менее, купил кубик Рубика фирмы «Рубикс Кьюб». Я тогда считал, что это лучшие кубики. Оказалось, это очень плохой кубик. Он очень туго вращается. Сейчас у меня этого кубика с собой нет, у родителей лежит. Он очень туго вращается, и поэтому я собирал его где-то минуты за три, за три с половиной. Потом я уже купил вот такой специальный кубик Рубика. Это китайский кубик фирмы «Даян». Это, кстати, лучшая фирма по производству кубиков Рубика. Китайская фирма, но она считается лучшей. После того, как я научился собирать тот кубик Рубика, я понял, что надо усовершенствовать свои навыки. И для того, чтобы их усовершенствовать, необходимо купить более дорогой кубик Рубика. Даже не то, что более дорогой, более навороченный кубик Рубика. Я прочитал, что профессиональный кубик Рубика, который используют те спортсмены, которые занимаются этим профессионально, этот спорт называется «Speed Cubing», либо на русском «Speed Cubing». Ну, «Speed Cubing» звучит очень странно, но вроде бы на русском так говорят. Вот. Они покупают себе кубики фирмы «Даян». Это китайская фирма, она изначально китайская, не то, что подделки какие-то. Это изначально китайская фирма, и те, кто профессионально этим занимается, покупают себе именно такие кубики. Я решил, что надо купить себе такой кубик И нашел его тогда в магазине в Киеве, который назывался, и называется, наверное, Мир кубиков Вот, я тогда приехал в этот магазин, купил себе этот кубик И буквально после того, как я взял этот кубик в руки, я ускорился раза в полтора в сборке кубиков Потому что он очень круто вращается И смысл в том, что он внутри содержит пружинки И за счет этих пружинок, когда вы поставите какую-нибудь грань немного неправильно, вот так Когда вы начнете вращать, она встанет в свое место То есть я вращаю, она становится на свое место Вот, она заскакивает на свое место Вот, насколько я неправильно ставлю И она заскакивает на свое место В обычном кубике Рубика такого нет Только за счет этих пружинок И, кстати, интересно то, что вот этот зеркальный кубик Рубика я тоже купил в Китае И я был уверен, что он будет вращаться ужасно Я почему-то был уверен, что он будет очень плохо вращаться Потому что он стоил 3 или 4 доллара Но, по сути дела, действительно копейки для кубика Рубика Так, а я тем временем собрал два ряда Верхний самый тонкий, нижний чуть посредний, то есть чуть пошире. И только остался один ряд, вот этот вот самый широкий. Все, собрал кубик. Теперь это снова кубик. Вот такой зеркальный, снова кубик. Теперь попробую собрать вот такой стандартный кубик Рубика. Посмотрим, сколько времени я на него потрачу. Все, 17 минут. Пошел. Собрал. Потратил минуту 40. Ну, в принципе, неплохо. В 2 минуты, во всяком случае, уложился однозначно. Ну что ж, я надеюсь, вам это видео понравилось. Ссылку на вот этот зеркальный кубик Рубика я оставлю в описании. Ссылку на вот этот кубик Рубика я тоже оставлю в описании, потому что я уверен, что его можно найти на Алиэкспресс. Найду его, оставлю вам ссылку. И, наверное, на 4x4 тоже оставлю ссылку, потому что у меня здесь фирма не подписана, но где-то у меня, по-моему, была записана фирма вот этого кубика. Так что тоже ссылку на него оставлю в описании. Если вы собираетесь начать собирать кубик Рубика, рекомендую сразу покупать хороший кубик, чтобы потом не приходилось покупать новый кубик, потому что вы наверняка, когда научитесь собирать его быстро, купите новый хороший кубик. Поэтому лучше сразу покупать хороший, да я просто идеальный кубик. Так что, надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Если вам нравятся такие видео, где я что-то показываю, что-то вам рассказываю, напишите об этом в комментариях и, возможно, напишите свои вопросы, на которые вы хотите, чтобы я ответил. И я сниму какое-нибудь видео с ответом на вопросы. Так что, жду ваши вопросы в комментариях. Кстати, друзья, рекомендую подписаться на мой инстаграм, ссылка у него есть в описании, там действительно классно, там интересно, и теперь я снимаю в инстаграме влоги. В инстаграм сторис у меня регулярно выходят влоги, так что проходите, смотрите. Всем пока!